Оксана Дудина вместе с другими активными жителями пятой просеки выступила против расширения внутриквартальной дороги. По проекту здесь запланировано четырехполосное движение и курсирование общественного транспорта, чтобы удобнее было добираться до школы и больницы. Но местные жители опасаются, что новая дорога создаст много шума и неудобств. Если бы позволяло место, может быть, нам бы и чем шире, тем лучше. Но здесь и места-то нет. Поэтому из двух зол, как говорится, выбирается меньшее. Мы выбираем газоны и безопасность наших детей. Представители власти встретились с жителями микрорайона, чтобы найти компромисс и обсудить варианты корректировки проекта планируемой дороги. В итоге приняли решение не расширять магистраль, а оставить двухполосное движение. Дорогу сделают с соблюдением всех регламентов, ГОСТов и норм безопасности. Проект отправили на доработку с учетом мнения горожан. После этого вновь пройдет процедура публичных слушаний. В основной своей массе именно дорога устраивается в двух полосах. Имеется незначительное расширение появления дополнительных полос только в местах скопления автомобилей на перекрестках, чтобы улучшить трафик и снизить аварийность на таких очаговых местах. Обсуждали всю эту ситуацию с главой города и пришли к пониманию, что здесь нужно исходить из желаний людей. Вот сейчас мы детально обошли все сами, ногами, и все пожелания, которые есть у жителей, как мне кажется, мы постарались учесть и удовлетворить. Кроме того, власти проверили, как идет строительство новой школы на пятой просеке. Работы стартовали в середине мая. У здания уже появился третий этаж. Достроены стены, колонны и перекрытия. Сейчас выполняются электромонтажные работы. На этой неделе начнут благоустраивать территорию. Рядом со школой появятся дорожки и спортивные площадки. Завершить строительство планируют до конца этого года. Светлана Кудрявцева, Мэри Елчан, Николай Сидоров. События.